А вот европейские депутаты ждут объяснения от Киева относительно вчерашнего решения СНБО о блокаде. В мире попросту не понимают, почему Киев пошел в разрез с финскими договоренностями и ждут от украинских властей конкретики. Наш европейский корреспондент Елена Абрамович сегодня видела, с какими заголовками вышли западные СМИ. Она на связи со студией. Елена, здравствуй, расскажи нам, как в мире реагируют на решение. Совет у нас в безопасности, тебе слово. Западные медиа вышли с громкими заголовками. Так, немецкая «Зюддойче Цайтунг» написала о том, что раскол Украины усиливается, и украинская сторона, цитирую, предприняла слишком мало действий против украинских националистов, которые устроили блокаду. Американское аналитическое издание «The National Interest» пишет, что группа упрямых радикалов берет страну в заложники. И называют шаги президента Порошенко очевидным разворотом после официальной критики незаконной блокады. Не увидели позитива в действиях Киева и журналисты «The New York Times». Решение правительства о формализации блокады не предвещает ничего хорошего к мирному процессу в Украине, успех которого является важнейшим первым шагом в попытках администрации президента Трампа улучшить отношения с Россией. Отреагировали и в Париже. Франция крайне обеспокоена и призывает снять блокаду, сообщили в МИДе страны. А глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Менгарели выразил удивление и сообщил, что в ЕС ждут объяснений. А также подчеркнул, конфликт на Донбассе невозможно решить без помощи вне. Многие трудности, с которыми столкнулась Украина, далеки от решения. В первую очередь страна стала жертвой российской агрессии. Конфликт на Донбассе невозможно решить внутри Украины. Мы знаем, чего стоит этот конфликт и в политическом, и в экономическом плане. Словом, Катя, без внимания. Этот вопрос не остался и официальная реакция ЕС еще последует. Это была Елена Абрамович. Спасибо, коллега, за работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...